Имущество банка ВТБ и обувной фабрики опять никто не захотел купить. В Гродно прошел очередной аукцион. Он стал одним из малоприбыльных. Торги состоялись только по одному лоту из пяти предложенных. Им стало право аренды помещения сроком на три года. Объект площадью чуть более 30 квадратных метров по улице Суворова ушел с молотка с 16 шага аукциона. Первоначальная сумма была 133 рубля. Новые владельцы забрали лот за 1230 рублей. На право аренды помещения по улице Калиновского была подана только одна заявка, поэтому он ушел с молотка по первоначальной стоимости плюс 5%. Торги по остальным лотам, в том числе по продаже имущества банка ВТБ и Гродненской обувной фабрики, не состоялись, поскольку не было подано ни одной заявки. Они снова будут выставлены на аукцион. Ближайший пройдет через две недели, 24 марта. Там заявлено 8 лотов. Это два земельных участка для приобретения в частную собственность. Один в микрорайоне Заболоть, второй в микрорайоне Зарица. Ряд права проектирования строительства для строительства жилых, блокированных домов индустриальным способом. По улице Малыщинская, Старомалыщинская, Букетная. Также права аренды земельных участков в микрорайоне Ольшанка и по улице Весенний. Кроме этого, там же будут представлены лоты по имуществу обращенному доводку государства и имущество сторонних организаций. Это имущество открытое акционерное общество «Радиоволна», открытое акционерное общество «Чайка» и открытое акционерное общество «Гродненская обувная фабрика Неман». Более подробную информацию касательно проведения аукциона можно найти на сайте Гродненского «Горисвалкома». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова